Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня ухаживаем и добываем пробы. Робот-медсестра и робот-питомец. Еще много разных умных механизмов показали в Пекине на Всемирной конференции роботов. Далее о самых интересных разработках, представленных на мероприятии. Разработчик Лю Дунггуан представил робота-медсестру. Устройство призвано обеспечивать уход за пожилыми людьми, количество которых в КНР весьма большое. Робот может проводить владельца в туалет, ванну и обратно в постель. Дунггуан считает Китай крупнейшим рынком для роботов такого рода. Общество Китая стареет. В 2020 году в КНР было 264 миллиона граждан в возрасте 60 лет и старше. Их число будет быстро расти. Были на мероприятии и роботы-собаки. Но не только, ведь Boston Dynamics создает подобные устройства. По словам менеджера по маркетингу компании Deep Robotics, их изделия в основном ориентированы на сервисные функции. Их робот-собака может определять свое собственное положение в режиме реального времени и отлично удерживает равновесие в разных условиях. Наш робот может заменить людей для выполнения некоторых задач в сложных и опасных условиях. Например, он может адаптироваться к местности, хорошо преодолевает лестницы, склоны, гравийные дороги и участки с травой. Айфоны боятся мотоциклов. В разделе поддержки на сайте Apple опубликовано любопытное обращение к пользователям яблочных смартфонов. Оказывается, если юзер закрепит устройство на мотоцикле или мопеде, то это может повредить ему. Смартфону, конечно, а не колесному транспорту. Производитель предупреждает, что вибрация от двигателя может привести к необратимому повреждению камеры смартфона. По словам Apple, система оптической стабилизации изображения и автофокусировки включает в себя гироскопы и магнитные датчики, которые не рассчитаны на воздействие вибрации с большой амплитудой. Как указывается в послании, для айфонов опасны двигатели мотоциклов большой мощности или с большой амплитудой вибраций, которые передаются через шасси и руль. При этом крепление яблогаджетов к транспортным средствам с двигателями с небольшим объёмом или с электродвигателями, такими как мопеды и скутеры, судя по тексту, допускается. Но в этом случае рекомендуется использовать амортизирующие крепления, чтобы снизить риск повреждения систем стабилизации и автоматической фокусировки изделий. Также рекомендуется избегать регулярного использования устройств в таком виде в течение продолжительных периодов времени, чтобы уменьшить риск повреждений. Список моделей, в которых есть оптическая стабилизация, включает яблочные смартфоны, начиная с шестого поколения. Но часть моделей последних лет не имеет такой системы. Американцы хотят переписать историю, в этот раз освоение космоса и астрономии. На днях сотрудники НАСА сообщили, что марсоход Perseverance после ряда неудачных попыток всё же сумел взять пробы марсианского грунта для последующей отправки на Землю. В честь этого американцы даже устроили целую пресс-конференцию. Perseverance с помощью специальных инструментов провёл бурение поверхности Марса на дне древнего озера. Было получено отверстие, сравнимое по толщине с карандашом. Далее несколько частиц породы были герметично запечатаны в титановой пробирке и помещены внутрь ровера. Американские исследователи уже окрестили это научным подвигом. «Мы узнаем много вещей, которые приведут к необходимости переписать учебники истории. И причина этого — то, что произошло 6 сентября в кратере Джезера». Стоит отметить, что для этого необходимо доставить пробы на Землю. Американское космическое агентство планирует собрать целых 43 образца минералов в течение следующих нескольких месяцев. Реал исследований Хересо — широкая долина, где, по мнению учёных, прежде были водоёмы и где могла существовать микробная жизнь. Сбор минералов на Марсе — это главная задача Perseverance, проекта которой обошёлся налогоплательщикам США в 2,7 миллиарда долларов. Две будущие миссии на Марс, которые будут осуществляться совместно с НАСА и Европейским космическим агентством, должны обеспечить сбор всех этих образцов и доставку их на Землю. Это должно произойти в ближайшее десятилетие. Астробиологи изучат их на предмет наличия крошечных окаменелых организмов, и если таковые найдутся, они станут первым убедительным доказательством существования жизни за пределами Земли.